Рекомендую посетить канал Арсений Феникс. Здесь парень, которому уже 29 лет, проходит различные игры. Это и в онлайн GTA 5, Apex Legends, CSGO, ну и новинки в онлайн режиме тоже, конечно же, проходят. Игровые ролики и стримы выходят регулярно, так что вам будет что посмотреть на этом канале. Обязательно подписывайтесь на него, ссылка есть в описании. 24 октября 2019 года в России выходит продолжение культового фильма Замбиленд. Вторая часть называется Замбиленд, контрольный выстрел. И по всей видимости, эта игра приурочена как раз таки к выходу новой части культового фильма от Sony Pictures. Фильм, конечно, я с удовольствием схожу посмотреть даже в кино, даже, так сказать, рублем проголосую за этот фильм. И, наверное, потом еще сделаю какой-нибудь небольшой обзорчик, хотя мы все-таки здесь на этом канале больше про игры, нежели про кино. Но почему бы и нет, раз мы сегодня делаем обзор на игру Замбиленд, дабл таппер, либо Замбиленд, контрольный выстрел. В принципе, это одно и то же. Признаюсь честно, для меня игра была каким-то таким грандиозным ожиданием, то есть я ждал выхода. Я даже сделал подписку или как это называется, оформил регистрацию, чтобы было уведомление, когда игра только выйдет. Она вышла буквально пару дней назад. И по идее, как я думал, мы попадем в Замбиленд, где, собственно, будем сражаться с зомби. Будем кромсать их различными оружиями за Литл Рок, Уичету, Талахаси и Коламбуса. В принципе, в какой-то степени она так и есть в этой игре, но не совсем, не совсем. Здесь можно собрать целую кучу разношерстных героев. И это могут быть далеко не Литл Рок, ну то есть не главные герои, которые присутствовали в фильме. Это будут совершенно новые персонажи, придуманные эксклюзивно для Замбиленд Дабл Таппер. А также, конечно же, наши любимчики. Коламбус, Талахаси, Уичета и Литл Рок. Нам здесь говорят, пристегнись и отправляйся в посттополитический заезд по легендарным американским городам. Включая Бостон, Вашингтон, Атланту и многие другие. Отправив несколько отрядов на трассы одновременно, чтобы получить больше наград. Между прочим, для русскоязычной аудитории приятная новость. Должна в скором времени выйти русская версия Замбиленды и, возможно, она будет лучше. Пока что игра доступна на английском, французском, итальянском и немецком языках, по-моему. Но русского пока что нету, но, по крайней мере, обещаю, что скоро появится. Это приятно и, возможно, даже я гляну, если будут какие-то значительные изменения, возможно, даже выпущу какой-то отдельный ролик по этому поводу. Пока так себе, если честно, учитывая, что я совершенно не знаю английский язык, это, конечно, для меня проблемка. Но не об этом. В принципе, оценка у игры хорошая 4,4 в Google Play. Но давайте будем оценивать эту игру как-то более цельно. То есть у нас будет графика, геймплей, физика, саунд дизайн и музыка. То есть у нас будет 5 характеристик, 5 параметров, по которым мы будем оценивать эту игру. Ну, такой вот еще будет параметр, но здесь я не буду какую-то конкретную оценку давать, просто вот какое-то ощущение. Ощущение и какие-то оправдания эта игра у меня не оправдала, честно говоря. Она довольно, в целом, скучная для меня. То есть можно немножко, конечно, покромсать этих зомби, но нету ощущения, что ты реально кромсаешь этих зомби. Ты просто кликаешь, ты просто тапаешь на экран, и они быстрее убиваются. В принципе, ты можешь и не тапать на экран, но очень быстро ваших персонажей сожрут зомби. Если ты будешь тыкать активно и прокачивать своих персонажей, то есть обговорить, нажимать эти кнопки, то тогда ты проживешь дольше и, соответственно, дальше сможешь пройти по этому зомби-апокалистическому пути, так сказать. Итак, что касается графики, то графика здесь, она присутствует, но здесь очень такая, знаете, 2D-шная графика, я бы сказал. То есть такой даже не платформер, а просто кликер, где есть какие-то небольшие зарисовки, какая-то анимация даже есть, но это крайне слабо, учитывая 2019 год. И такое ощущение, что Sony Pictures исключительно делали эту игру под выход, под рекламу новой части Зомби-Лэнда. Похоже, так оно есть, потому что к игре, по-моему, отнеслись они как-то, ну так, типа, на ТБ, в общем-то, да. В общем, графики я ставлю 6 из 10, это очень даже приличная оценка, я прямо расщедрился, друзья, я прямо расщедрился. Ну что, здесь есть статичная картинка, какая-то небольшая анимация, чуть-чуть дергаются чудики, чудики эти дергаются, и, в принципе, все, по большому счету и все. Дальше, давайте оценим геймплей в этой игре, то есть то, в принципе, какие ощущения от управления от игры есть в этой игре. Их очень мало, потому что, как я уже говорил ранее, ты просто кликаешь, и все. Больше здесь ничего нету, к сожалению. Ты просто кликаешь, и все. Геймплей, поэтому здесь максимально простой, максимально, прям даже слишком простой. Знаете, возможно, эта игра направлена на слишком юную аудиторию, которая только вот только кликает, то есть вот 2-3 года. Мне, человеку, которому уже 22 года, это слишком, 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 слишком просто, друзья. Конечно, вы тоже можете скачать, попробовать. Ссылку я оставлю в описании, так что, ребят, если что, скачайте, посмотрите. Мне, честно говоря, вот такой вариант не зашел. Поэтому оценка от Максима Шубина 4 из 10. Далее, давайте рассмотрим физику. Какая вообще физика в этой игре? Есть ли это физика? Физики по большому счету нету. Есть, как бы, да, вот такой момент, типа, когда ты стреляешь, то есть небольшая отдача. Ну, как бы и все. То есть персонаж немножко двигается, и все по большому счету больше. Ну, еще есть, как бы, физика падения какая-то, какая-никакая. То есть вот этих вот зомбаков и зомби немножко дергаются, когда ты не стреляешь. То есть физики здесь особо нету. Так что физика, пожалуй, здесь, наверное, самая слабая. Я бы оценил в этой игре. Опять же, учитывая, что мы живем в 2019 году, и физика такая в играх не должна быть. Ну, правда. Ну, хотя, опять же, учитывая, что, конечно, это жанр такой, кликер. Но, тем не менее, ребят, я буду хреначить. Я супер необъективный чувак, супер необъективный оценщик игры. Так что, ребят, уж все возможно, что ваше мнение совпадает с моим. Это нормально, это нормально. Если у вас есть свое мнение, это даже очень хорошо. Поэтому за физику я ставлю только лишь 2 из 10, потому что, ну, наверное, по большому счету над физикой здесь вообще не парились. Может, все какие-то кликеры, и окей. Вообще, можно было 0 поставить, но, тем не менее, я ставлю двоечку. 2 балла из 10. Далее, давайте рассмотрим, а вернее, послушаем саунд-дизайн. Саунд-дизайн это спецэффекты, различные звуки для игры. Они, в принципе, есть, но они какие-то очень, ну, так сказать, по умолчанию, что ли. То есть, какой-то набор был, какой-то пресет, грубо говоря, был у разработчиков этой игры. Они закинули и вообще не стали париться над звуками. То есть, саунд-дизайн здесь такой, так себе, мягко говоря, говенненький, но, тем не менее, он есть. Он, по крайней мере, здесь есть. И это уже хорошо, это уже неплохо. Поэтому, ребята, здесь оценка 5 из 10 баллов от Максима Шубина. Далее, в игре есть музыка, но, я так понимаю, здесь один всего саундтрек, всего лишь один саундтрек. Он без слов, он, ну, какой-то, знаете, что-то какой-то запад напоминает. Какой-то запад, я не знаю, такое ощущение, что эти всех зомби должны кромсать на западе. Вот серьезно, какая-нибудь пустыня должна быть, что-то такое. То есть, у меня какие-то такие ощущения возникают при игре в эту игру и прослушивании этого саунд-дизайна. Вот сами послушайте немножко. Ну, собственно, это была последняя оценка. Давайте уже подведем итоги. Что же вообще получилось по оценкам? Значит, итога получилась 21 балл из 50. Средняя оценка игры 4,2 из 10 балла. Я еще раз повторюсь, что в Google Play оценка там намного выше 4,4 из 5. Ребят, прикиньте, насколько хорошо оценили эту игру. Видимо, есть определенная аудитория или просто дикие фанаты этой игры. Я как бы тоже фанат. Вернее, даже не игры, а фильма. Именно фильма я тоже фанат. Особенно я смотрел, когда с коблинским переводом было очень даже ржачно круто. Это, наверное, самый лучший или один из самых лучших фильмов про зомби. Ну, еще можно, наверное, если про фильмы про зомби говорить, то зомби по имени Шон тоже достаточно прикольный. Хотя Зомби Лэд, мне кажется, все-таки вот самый-самый лучший фильм про зомби. Именно веселый. Я люблю веселые фильмы про зомби. Ну что, друзья, напишите, собственно говоря, свое мнение. Насколько из 10 баллов вы оцениваете эту игру? Как вообще вам эта игра? И будете ли вы смотреть или смотрели ли вы прошлую часть о Зомби Лэнда? И будете смотреть вторую часть Зомби Лэнда? Собственно, ребят, с вами был Макс Шубин. Подписывайтесь на канал. Друзьям рассказывайте. Колокольчик нажимайте. Переходите по ссылкам в описании. Подписывайтесь на мои социальные сети, на мой инстаграм, на страницу ВКонтакте, на группу ВКонтакте. Всем удачи, всем пока!